Здравствуйте еще раз. Кого не видел, с кем еще не знакомы, но с кем знакомы тем более. Здравствуйте. Да, вебинар у нас посвящен вот какой захватывающей теме. Чем хороший дизайн отличается от плохого и как его верно оценить. Ну, действительно, проблема довольно существенная, как мне кажется. Понятно, что за 45 минут мы все это не обсудим. Вот, но хотя бы основные какие-то ключевые критерии я вам постараюсь дать. Сложность, как мне кажется, заключена в том, что, ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что это вопрос, который встает, с одной стороны, перед дизайнерами, которые собираются учиться, которые собираются развиваться, и которым нужны какие-то критерии оценки для того, чтобы просто, ну, действительно понимать, да, хорошо или то, плохо то, что они сами сделали, то, что они сделали как, то есть то, что сделали их коллеги, на что они смотрят. И есть вторая сторона, когда мы с вами, как любой, собственно, человек, как любой пользователь, вынуждены оценивать чей-то посторонний дизайн. Будь то дизайн, который нам сделали наши квартиры, да, или дизайн того, я не знаю, там, предмета, который мы собираемся покупать. То есть такой чисто пользовательский, вот, то есть для вас предназначенный дизайн. Обратите внимание, что это вот первая проблема, я сейчас про нее немножко подробнее скажу, с которой приходится сталкиваться, да, это вообще критерий оценки, то есть что мы оцениваем, с какой точки зрения, да, как профессионалы или как конечные пользователи, как заказчики, вот есть еще одна такая позиция, да, когда мы заказываем дизайн, у которого будут пользоваться другие люди, например, директор фирмы, который обратился в рекламное агентство, который говорит, сделайте мне красивый плакат, да, который я буду, так сказать, развешивать по Москве. Это еще третья, между прочим, проблема. Вот, так что это я сразу, так сказать, что называется, беру БК-ЗРК и обозначаю те проблемы, которые у нас в этой, в этом вопросе существуют. Ну, это обо мне пару слов. Моя фамилия действительно Красновский, зовут Митва Валерьевича, я здесь в специалисте преподаю много-много разных курсов, касающихся фото, видео, рисунка, дизайна, рекламы, собственно, там, печатной подготовки и множества других подобных вещей. Вот. Ну и, соответственно, вот я поэтому здесь об этом и рассказываю, поскольку, вот, как мне кажется, вот мой опыт позволяет судить обо всем. Значит, этот вот следующий слайдик, он предназначен для вебинаристов. Я присутствующим здесь уже сделал такое захватывающее, внезапное, может быть, немножко предложение. Вебинаристы в этом смысле находятся немножко более выигрышной позиции. Значит, друзья, если вы хотите, чтобы в конце, в конце обязательно там останется хотя бы 5-10 минут, если вы хотите поучаствовать, предложить, точнее сказать, работы для разбора, дизайнерские, я имею в виду, в любой области, мы так, кстати, широко это рассматриваем. Вот вам мой мейл, на который можно написать. Значит, давайте условимся, что не надо заваливать всю эту большую кучу работ. Картинки должны быть растровые, да, или они должны быть в кривых. Ну, желательно, чтобы все-таки они были растровые, чтобы их можно было открыть обычным просмотрчиком, да, не загружать там иллюстратор какой-нибудь, вот так, по-простому, скажем так. Ну, или ПДФ-ку, может быть, да, ПДФ-ки тоже легко, достаточно открывать, легко. Вот, значит, указать разбор. Ну, и последнее правило, про которое я всегда говорю, если хочется действительно оценивать так вот, ну, пожестче и по-серьезному, обязательно указывайте, потому что по умолчанию я обычно так это делаю достаточно, ну, как сказать, ласково. Вот, ну, стараюсь все-таки акцентировать на позитивных свойствах, ну, потому что негативно, что каждый может сказать, да, ну, фигня какая. А вот сказать, что-нибудь хорошее, это вот людям важно, я считаю. Вот, поэтому я так вот специально не ругаю, но могу поругать, если хочется. Мало ли люди с какими-то задачами. Вот. Итак, если мы собрались оценивать дизайн, да, в таком самом-самом широком смысле, есть ряд действий, которые нам нужно бы перед этим совершить, да, то есть я вот весь этот вот вебинарчик устрою из таких простых, как мне кажется, достаточно тезисов, да, вот по которым можно выстраивать, знаете, работу. Я постарался их написать, сформулировать таким образом, чтобы они работали независимо от того, какой вид дизайна вы оцениваете. Для себя или как заказчик, или просто как коллега, да, который смотрит чью-то чужую работу. Итак, перед тем, как начать, собственно, оценивать, да, нужно сделать ряд таких вещей. Ну, то есть, во-первых, оценим оценщиков. И если мы говорим о себе, да, как о человеке, который должен оценить дизайн, давайте будем самокритичны. Понимаете, когда, я, может быть, здесь немножко необъективен, потому что как дизайнер, да, я думаю, что вот кто занимается дизайном, он сталкивается постоянно с этой проблемой, когда приносишь свою работу, так сказать, непрофессионалам, они говорят, что-то мне не нравится, да, или, а что ты, кру, а я тоже так могу. Ну, то есть есть масса, да, различных обидных для настоящего художника вариантов оценки, да, которые он думает, ну, дурак какой-то, да, ничего не понимает, а все туда же. Это обидно, да, и в этом смысле, если уж мы сами, да, мы говорим все-таки о самостоятельной оценке, да, давайте присмотримся к себе внимательно, да, то есть признаемленное за собой право это оценивать, потому что на самом деле существует достаточно большое количество критериев, по которым дизайн можно оценивать, и, соответственно, вот весь дальнейший рассказ, он именно об этих критериях. То есть я в данном случае хотел бы обратить ваше внимание, что перед тем, как влезать в оценку вообще в разговор о каком-то виде дизайна, очень хорошо понимать вообще вот всю, так сказать, весь конгломерат специфики, да, связанных с этим проблем. Ну, например, я вам просто скажу, да, для того, чтобы оценивать, эти примеры я часто привожу на своих курсах, там, по основу дизайна, да, по дизайну рекламы. Если мы собираемся оценивать, там, допустим, логотип какой-то торговой марки, да, то надо учитывать особенности их производства, потому что, например, если это логотип, ну, например, там, часовой марки, которая собирается выпускать часы, то понятно, что это логотип, который размещается обычно на циферблатах внизу, да, поэтому он должен иметь определенную читаемость. То есть, соответственно, мы с вами должны понимать, что он будет маленький, поэтому в нем не должно быть мелких деталей. Если мы его оцениваем просто по принципу нравится-не нравится, да, там просто, то это мы не сможем просто квалифицированно оценить. То есть, еще раз, проблема заключается в том, что оценивая, да, дизайн, мы должны просто отдавать себе отчет, что мы должны владеть темой, владеть инструментарием, да, владеть предметами. Я могу привести примеры собственной практики. Я когда был юн, я работал в одной фирме, крупной достаточно, и так мне повезло, что, еще будучи юным, мне мой начальник непосредственный заказал разработку рекламной кампании, целой рекламной кампании. Мы всю Москву, то есть я фактически всю Москву должен был завести рекламными баннерами с рекламой нашего товара. И когда я принес, вот как бы, я, причем, я разрабатывал план, я изучал там, где трассы, ну, статистику рекламных фирм спрашивал, да, и очень точно мы размещали, естественно, чтобы не просто разбрасывать, куда попало эти баннеры, да, а вот чтобы не билборды, чтобы они в Москве стояли на правильных местах, там, где наша целевая аудитория. Все это я рассчитывал. Принес директор, он посмотрел, я говорю, ты знаешь, плохой у тебя план. Я говорю, почему? Он говорит, например, вот смотри, вот я, например, я каждый день езжу на работу и сработаю, вот в наш офис, и мне по дороге не попадается нашего рекламного баннера. Значит, плохо сделали, да, я же такой, как все, я же простой человек, я вот статистически являюсь как бы частью выборки. Но на что я ему сказал, что, говорю, ну, хорошо, давайте сделаю вот лично для вас, повесим баннер. Ну, только учтите, что из нашей целевой аудитории, да, вот только вы там будете ездить, все ради бога. То есть, понимаете, чтобы, еще раз, чтобы оценивать то, что предлагают дизайнеры, это вообще общая профессиональная проблема, но раз уж мы сейчас говорим о дизайнерах, да, то речь именно об этом. Чтобы оценивать дизайн, нужно просто владеть ситуацией, надо понимать, чего вы оцениваете, да, то есть имеете ли вы некие моральные права, скажем так, да, и фактически это оценивать. Вера меня спрашивает, говорит, здравствуйте, слышно хорошо, но не видно того, кто говорит. Так и должно быть. Да, Вера, это такой ловкий план, я спрятался. Ну, я вначале вот показал картиночку с своим портретом, вот, и, в принципе, я, честно говоря, не знаю, по-моему, у вас, может быть, даже есть ссылочка на трансляцию из класса. Тоже здесь есть видеокамерка, и, в принципе, можно увидеть меня. Никто не пользуется вот из присутствующих вебинаристов этой ссылочкой. Вот, но, в общем, по умолчанию так и должно быть, да, видно мой экранчик и слышно меня. Вот, Андрей говорит, ссылка была, но я не пробовал. Но, в общем, увидеть меня можно, да, как и всех присутствующих, правда, они будут сидеть спиной. Ну, вот, так вот, возвращаясь к нашей теме. Первое, да, это, значит, мы оцениваем нашу правомощность. Второе, это, собственно, очень важная, очевидная достаточно вещь, это выработка критериев. Да, что мы оцениваем, по каким принципам мы оцениваем? Потому что нравится, не нравится, это абсолютно не критерий оценки, это чисто эмоциональная оценка, да, которая не имеет ничего общего с дизайном. Чем дизайн отличается от художественного произведения? Я это тоже постоянно повторяю на курсах, но это очень важно понимать, да, насколько художник по заказу, который сделал работу, может дать вам свою картину и сказать, ну, вот я художник, я так нарисовал, либо вы берете, либо нет, да, то дизайнер, это, может быть, это обидно, но он не художник, это работник сферы обслуживания. Поэтому дизайн должен работать, он функционален, в отличие от художественного произведения. Художественное произведение абсолютно нефункциональное, на стеночку его повесил, в рамочке, все, оно больше ни для чего не нужно, украшает жизнь, да, создает некоторую ауру. Дизайн должен быть функционален, он должен функционировать, а раз у него должно быть функционирование, значит, у него должны быть критерии оценки. Вот о чем идет речь, да, поэтому оцениваем, там, насколько он работает, насколько он соответствует, там, нашим задачам и так далее, там, может быть, много этих критериев оценки, да, в конце концов, если делают дизайн нашей квартиры, да, мы можем ограничиться этим самым нравится-не нравится, но тогда мы должны понимать, что если мы потом въедем в эту квартиру, нам будет неудобно жить, да, то это уже наша проблема, потому что мы, так сказать, своевременно не оценили функциональность дизайна, да, то есть еще раз, дизайн должен работать функционально, и поэтому надо вырабатывать правильные критерии оценки. Еще одна очень важная ситуация. Дело в том, что наше нравится-не нравится, это одно, а то, что дизайнер считает хорошим-нехорошим, это другое, потому что существуют тренды, да, на всякий вид дизайна, и на интерьерный дизайн, естественно, и на рекламный дизайн, есть определенная мода, есть определенные правила. Если вы или, скажем, ваше представление или ваша клиентура, как вы считаете, да, там завязали там в представлении в десятилетней давности, то, конечно, то, что вам будут предлагать сейчас, вам будет казаться каким-то нелепым, смешным и там чудным, да, а между тем это будет там новомодный тренд. Естественно, с другой стороны, если мы предлагаем, то есть если мы хотим, да, заказать дизайн, который будет работать на, скажем, определенную целевую аудиторию людей, там, среднего возраста, с какими-то консервативными представлениями, тогда новомодные тренды, вероятно, не очень будут хороши, да, потому что есть классика, а есть, собственно, вот это вот, то есть есть мейнстрим, да, как в кино называется, а есть всякие вот эти вот акторские, да, поиски и эксперименты, поэтому нужно понимать окружающую ситуацию. В этом смысле можно, если вы оцениваете работу дизайнера, да, можно его прямо спрашивать, а почему вы так сделали, это что, модно или наоборот это не модно, да, и я вам честно скажу, что дизайнеру доверять-то тоже нельзя, потому что он же тоже человек, и ему может казаться, что это модно, но если он живет, извиняюсь, где-то там в далеком маленьком городишке, то, что там модно, и это совершенно не факт, что это уже, да, в Европах, как говорится, от этого уже давно отказались. У меня были такие прецеденты, когда приезжали молодые, вроде бы талантливые ребята, у меня был такой просто один мальчик из Рязани, я к Рязани прекрасно отношусь, это чудесный город, да, но он просто, и в общем, я думаю, что это довольно очевидно, вот, кстати, региональные центры, они, да, уж я не говорю про совсем маленькие городишки, они довольно сильно отстают, вот, в плане каких-то новых, там, скажем нам, трендов и тенденций, да, поэтому он делал прекрасный дизайн, но это просто было как эхо, знаете, там, трех-пятилетней давности. Это тоже надо просто понимать, то есть из какого окружения человек, и что он в этом смысле несет. Еще для того, чтобы оценивать дизайн, даже посторонний дизайн, да, нам нужно узнать ту задачу, которая, собственно, была поставлена, и это, между прочим, тоже очень важная вещь. Вы смотрите на дизайн и говорите, фу, какая гадость, но, может быть, дизайнеру его так поручили, ему сказали, знаете, что сделай так, чтобы этого завала, не знаю, там, отвращение. Значит, он выполнил свою задачу правильно, то есть без понимания задачи оценить дизайн нереально, да, и в этом смысле вы, когда говорите, делайте, Виктория, тест пройден. Виктория просто написала, тест. Виктор, извините, я просто не рассмотрел сразу. Да, и в этом смысле, да, всегда, если вы получаете не очень качественный дизайн, то может оказаться так, что вы просто так сформулировали. Вот это вы сказали человеку, ну, сделай мне что-нибудь такое веселенькое, ну, да, или так уж, да, и он делает у в соответствии с его пониманием, он же, да, или на самом деле еще, может быть, даже тревожная ситуация, если он сделал у, вам нравится, а все окружающие кривят лицо, понимаете, тут стоит обратиться, может быть, к психологу, вам, не дизайнеру, да, потому что ваши критерии, ваши задачи, да, она не совсем, может быть, адекватна. Довольно частая ситуация, когда люди, я имею в виду, на рынке работающие, да, ставят задачи, говорят, слушай, ну, сделай так, чтобы все просто обалдели и ахнули, да, ну, что значит обалдели и ахнули, ну, что золотом червоным покрыть, или цыганщины там красных, или фанфар, что ли, что имеется в виду, да, а человек сделал по-своему, он по-своему понял. Поэтому еще раз, да, пока непонятно, что человека просили сделать, невозможно оценить дизайн, да, и в этом смысле, Анастасия, я вижу ваши сообщения, да, я не знаю, видят ли другие ваши сообщения, главное, я их вижу, вот, это главный, я думаю, для нас критерий. Вот, то есть, в общем, на это надо тоже очень внимательно смотреть и понимать. И я просто к тому, что все мы с вами видим, часто, я думаю, кто интересуется этой темой, ходят в интернет, смотрят там всякие, знаете, казусы, нелепые случаи из области дизайна, там нелепые логотипы, но я тоже хихикаю, честно говоря, да, потому что когда я его вижу нелепые, но у меня всегда вот это гложет мысль, потому что человек ведь сделал, ведь он, что за счет он сделал, может быть, кому-то это вот именно человек об этом мечтал, да, другое дело, что дизайнер в этой ситуации, если бы он это видел, должен был как-то сказать, что, ребят, может, не надо, я вам, конечно, сделаю вашу вот эту вот глупость, да, но давайте, может быть, как-то что-то иначе, да. Я считаю, что дизайнер, он должен еще и какую-то просветительскую миссию нести. Ну вот, так что вот это вот то, что предварительно, да, мы с вами должны, кстати, проинвентаризировать и убедиться, что нам понятно, что мы с вами делаем. Теперь, собственно, критерия оценки дизайна. Что мы оцениваем, да, когда рассматриваем дизайн? Еще раз подчеркиваю, что я очень постарался этот список сделать совершенно универсальным. Понятно, что там веб-дизайне, там свой набор представлений, то есть что там ссылки должны работать, что там кнопочки должны располагаться нормально. Да, понятно, что в полиграфическом дизайне свои совершенно критерии, но я постарался, в общем, их объединить в какие-то общие такие универсальные представления. Первое – это, собственно, функциональность. Дизайн, еще раз повторю, и просто это святое совершенно такое важное очень дело. Дизайн должен быть функциональным. Если он не функциональный, если он не работает, если он просто создает красивую вещь, это не дизайн. Можно называть это как угодно. Арт-объект, да, вы попросили сделать вам цветочный горшок, вам сделали безумной красоты цветочный горшок, но в него только растение нельзя вставлять, потому что там, не знаю, жидкой ртутью с блестками все это сверху заполнено. Ну, так красиво, да, но это не дизайн, это просто арт-объект. Да, и вы попросили сделать квартиру, да, и вам сделали квартиру, она безумно хороша, вся в горох, в блестках, но жить не невозможно. Через пять минут голова начинает болеть. Это плохой дизайн, да, он не работает. Анна, мой адрес d.krasnovski.ru на конце собака специалист.ru Вот, значит, так вот функциональность, да, это главное свойство дизайна. И я не могу не отметить еще одно очень важное обстоятельство, что под видом дизайна, обратите просто на это внимание, когда будете ходить по магазинам, под видом дизайна очень часто продаются на самом деле не объекты дизайна, а чисто такие, ну, как сказать, развлекалочки, да, не имеющие ничего общего. Ну, например, там подсвечник, который, ну, я не знаю, который там на магнитной подвеске, знаете, такой, ну, в воздухе, там очень-очень модно вот эта вот штучка, чтобы там в воздухе на магнитной подушке что-нибудь висело. Если говорить серьезно, это не дизайн, потому что это не придает никаких новых функций. Вот обратите на это внимание, кто собирается заниматься дизайном, это во всех дизайнерских школах, вот этот тезис очень всегда ясно звучит. Если придумывается новый дизайн, то это означает, что у предмета появляется новая функциональность. Если функциональность та же самая, то это просто, ну, модификации старого дизайна, да. Если мы вместо пластмассовой держалки для ручки делаем магнитную держалку для ручки, это мы не разрабатываем новый дизайн, это мы просто меняем конструкцию, да. А дизайн остается тот же самый. Вот если мы туда вставляем инфракрасный датчик, который мы подносим руку, и, допустим, эта ручка оттуда, я не знаю, из горизонтального положения занимается вертикальная, знаете, чтобы вот прям рукой удобно было схватать, вот тогда мы сделали новый дизайн, понимаете. Или когда она там другой формы, которая там, ну, в общем, когда какие-то появляются новые качества. А если все работает то же самое, в общем, это не оно. Поэтому оцениваем функциональность любого абсолютно дизайна. Второе. Конечно, соответствует целевой аудиторию, да, и это мы с вами тоже должны понимать. Поскольку дизайн функционален, поскольку он является объектом продажи, значит, он работает на рынке. На рынке, как мы с вами, конечно же, знаем, работают маркетологи, которые все вымеряют, да, вот в этих критериях понимания там целевой аудитории. Да, если целевая аудитория соответствует дизайну, значит, он хороший. Напоминаю, о чем я сказал в самом начале. Прежде чем оценивать какой-то дизайн, убедитесь, что вы понимаете эту целевую аудиторию, да, что вы ей или соответствуете, или вы понимаете ее нужды, потому что сытый голодного не разумеет, честно говоря, да, и так же, как и молодой, старого, и наоборот, и женщину, мужчину, и наоборот тоже. Поэтому, ну, так скажем, ну, на бытовом, таком житейском уровне, да, поэтому если, например, девушка, владелица фирмы, заказывает дизайн, она продает, допустим, не знаю, там, мотоциклы, к примеру говоря, да, она должна понимать психологию этих людей, которые будут оценивать мотоциклы, потому что в противном случае, если она будет этим пренебрегать, значит, надо делать такие розовые, милые, ну, я немножко утрирую, но смысл, понятие, да, она должна, надо дизайнер, соответственно, да, и оценщик этого дизайна должен проникнуть в психологию потребителя, того, кому этот дизайн предназначается, очень такая, мне кажется, важная цель. Третья важная вещь, я написал такой обтекаемой форме поддержка существующих ценностей и свойств. На самом деле это вот в таких более конкретных учебниках по дизайну обычно формулируется немножко иначе. Поддержка существующего фирменного стиля, да, ну, потому что, действительно, если мы делаем дизайн корпоративного или какого-то продукта, да, который предназначен для какой-то фирмы, то, соответственно, он должен вписываться в критерии существующего фирменного стиля, да, сделаем, если мы с вами сделаем для, я не знаю, для Beeline рекламы плакатик не в желто-черную, а там в синюю-зеленую полосочку, то вряд ли они нас оценят позитивно, да, полосатости это еще недостаточно. Там цвета работают, там форма, все работает, да, как одно целое. Если мы выберем неправильный шрифт, не будет работать. Если мы выберем неправильную модульную сетку, оно не будет, соответственно, не будет узнаваться, да. Есть довольно много вот этих вот критериев, по которым можно оценивать эту вот приемственность дизайну, но в широком смысле это, соответственно, брендбук, да, соответственно некоторым критериям фирменного стиля. И печальная, безусловно, история часто вот на рынке заключается в том, что дизайнер приходит к заказчику и говорит, ну, давайте я вам сделаю, так сказать, ваш дизайн, что у вас есть из фирменного стиля, на что заказчик иногда говорит, да у нас, в общем, так вот, логотипчик, да, собственно, и все, и у нас принято там желтенькую полосочку рисовать, ну, допустим, да. И дизайнер вынужден что-то разрабатывать, исходя из такого очень недостаточного количества информации. И в этом смысле он может уже, так сказать, довольно сильно, да, изменить тот замысел, ту идею, которая исходна. И обратите внимание, что то же самое существует, и та же самая идея ценностей существует при интерьерном дизайне. Например, дизайнер заходит, да, или вы являетесь заказчиком дизайна, вы человеку говорите, ну, делайте, что хотите. И тут выясняется, что он снес вашу любимую, там, не знаю, скамейку, да, он вот перегородку комнаты изменил, она вам нравилась. То есть в этом смысле, если уж вы являетесь заказчиком, дизайнеру нужно сообщить, что является незыблемой ценностью, так же, как и владелец фирмы должен сообщить, что является его фирменным стилем, да, то есть должны быть какие-то вот эти вот те вещи, которые не меняются, которые нельзя менять, да, этот дизайнер должен знать. Если вы ему их не сказали, то как вы можете говорить о том, что он там сделал плохой дизайн? Ну, он же не знал, что, да, для вас дорого именно вот эта вот, так сказать, да, особенность. Поэтому еще раз повторяю, это вот такой критерий совершенно универсальный, я так вот специально сформулировал, чтобы он годился, так сказать, действительно применительно к любому направлению дизайна. Еще один очень важный критерий, который нарушается большинством неопытных и неумелых дизайнеров, это, опять же, я его сформулировал так максимально обобщенно, ясность правил. Вот вы знаете, на курсах по дизайну рекламы и по курсу дизайна рекламы полиграфии, которые я веду, да и вообще еще в полиграфическом институте, когда я преподавал дизайнеров, всегда существуют вот эти вот проблемы, да, когда, например, поручаешь дизайнеру разработать там систему пиктограммы или логотип, и он приносит такой очень сложный, ну, практически реалистичный рисунок. И я его спрашиваю, говорю, ну, вот что это обозначает, вот что ты имел в виду? Он говорит, ну, я сделал это все большим, потому что это должно символизировать то, что, значит, там, ну, допустим, да, там, фирма большая, у нее большие перспективы. Вот здесь я сбоку вместил много маленьких квадратиков, потому что это показывает, что вот она такая многогранная. Ну, здесь просто было пустоватое место, поэтому я здесь штриховочки сделал, ну, просто чтобы было какое-то такое вот чисто визуальное сложное. Я говорю, а в чем главная идея-то, да, в чем вот смысл всего того, что ты сделал? Ну, я не знаю, и это важно, и то важно, да, нету цельности. В дизайне есть такой закон, который называется единство и соподчиненность частей, да, один из фундаментальных законов дизайна вообще в самом широком смысле. Поэтому, если невозможно правило, вот я формулирую это именно таким образом, как правило дизайна, да, если невозможно кратко, емко сформулировать правило данного дизайна, то это значит, что это плохой дизайн, да. Если надо все время говорить, да, но, и дальше еще какие-то оговорки, еще к тому же, еще вот одно правило, а еще и другое правило. Вот поверьте мне, что любой хороший дизайн, да, его можно описать буквально там тремя фразами, да, мы используем такие-то цвета, там, там, желтый и белый, да, в качестве основных. В качестве главного графического элемента у нас всегда там в правом верхнем углу, опять же, я в данном случае просто говорю, да, в правом верхнем углу у нас там диагональная полоска, да, там, шириной определенной. В качестве шрифта мы используем такие-то приемы, для акцентов мы используем такой шрифт. Все, вот больше нет никаких правил, да, все остальное, а вот давайте для особых случаев мы будем использовать такой шрифт или нет, ну, давайте по случаю праздника мы будем не желтый, а розовый, не прямую, а волнистый, не в правом, а в левом нижнем углу. Вот это все уже не дизайн, вот это все уже баловство, это все уже, ну, такое вот украшательство, такая декоративность без всякого смысла, без всякой надобности. Уважаемые вебинаристы, если кто-то по моему приглашению решит прислать письмецо для разбора картинок, вы, пожалуйста, мне только сообщите, ладно, потому что бы я на почту пошел, и, соответственно, чтобы там, да, чтобы знал, что есть работа, которую нужно поразбирать. Вот, и возвращаясь, да, так вот, ясность правил, это, я считаю, один из вообще таких важнейших критериев, по которым можно оценивать абсолютно любой дизайн, да, входите в интерьер, узнаете вот эту вот ясность, да, какого-то приема, какого-то, собственно, дизайнерского, и сразу понятно, да, вот это вот цельное ощущение, вот это хороший дизайн. Но это еще, да, хорошо, Анастасия Анна, вижу, окей, но есть еще одно очень важное, на мой взгляд, критерий, важное правило, это качество сопровождения дизайна. Поясню. Дело в том, что, как мне представляется, хороший дизайн – это не просто нарисовать картинку, а, как я уже говорил, дизайн – это такая вещь совершенно функциональная, она должна работать, поэтому должны быть документы, которые описывают, как это работает, ну, вот, собственно, брендбук, например, да, если мы говорим про, там, фирменный стиль, если мы говорим про интерьер, то дизайнер должен не просто, так сказать, отряхнуть руки, сказать, ну, пользуйтесь, да, он скажет, он порекомендует, он напишет какую-нибудь бумажку, он нарисует план, то есть именно такой вот, можно так сказать, что забота о клиенте, да. У меня был такой в свое время в юности опыт, у меня был один, так сказать, работодатель, который добывал заказы на разработку логотипов у фирменного стиля. Я всегда очень любил и с уважением относился вот к этой, то есть с любовью относился к этой части работы, потому что я любил, когда, например, показываешь клиенту, да, то, соответственно, такой красивый страничка, на ней внизу, там, где-нибудь сбоку, там, логотип с телефончиком, там, все под номерами, внизу, там, знаете, хотя бы по одной фразе написано, что это за варианты. Ну, мне приятно, когда человеку приятно взять это в руки и посмотреть, да, на что мой вот этот вот заказчик, но он, правда, был не, так сказать, не из этой области, он был трубач, как сейчас помню, он просто переквалифицировался в бизнесмена, ну, то, что время было, это было 90-е годы, вот, ему хотелось денежки зарабатывать, он решил, что логотипы делать это самое оно для него. Так вот, он мне говорит, слушай, ты неправильно все делаешь, надо распечатывать на мятом листочке, надо, чтобы он был засаленный, надо, чтобы вот клиент, когда он его получает, чтобы он понимал, что у тебя, что ты страшно занят, что у тебя вообще не до него, и что ты просто вот уже ему сделал, лишь бы он отвязался, и это вот клиента будет правильно стимулировать. Я до сих пор запомнил это откровение, потому что где человек это все почерпнул, ну, то есть человек вот искренне жил с таким вот пониманием, да, и еще раз повторю, качество сопровождения, да, чтобы все было хорошо, аккуратно, вам понятно, если вы заказчик, да, и было понятно, почему так, а не иначе, то есть качество сопроводительных материалов. Вот это, пожалуй, те критерии, которых, ну, в общем, да, достаточно для понимания, какой должен быть дизайн. И теперь еще в догонку несколько важных соображений насчет типичных недостатков. Вот они действительно типичные, причем в самых разных областях дизайна встречаются, и большинство из них, я думаю, даже не требует каких-то особенных комментариев, но понимать, что именно так часто дело обстоит, к сожалению, нужно. Итак, первое, одно из, на мой взгляд, самых таких ярких проявлений нехорошего дизайна, это, конечно, шаблонные решения, да, это клепартные всякие материалы, это использование каких-то, ну, типовых решений в этом смысле, почему вот хороший дизайнер, и я, кстати, тоже на уроках фотошопа даже, и многих, когда рассказывают про программы, я обращаю внимание, ну, вот кто владеет фотошопом, знает, что там есть эти эффекты слоев, да, тенюшки, объемчики, вот эти вот обводочки такие, да, которые там существуют, я всегда стыжу очень, я говорю, ребята, говорю, если вы собираетесь быть дизайнером, постарайтесь не использовать эти вещи, потому что это, знаете, ну, такое лобовое решение, ну, то есть ты сделал какую-то аляпистую, допустим, картинку, а сверху тебе нужно написать текст, да, беленький там, да, который плохо читается на аляпистой картинке, что делает неопытный дизайнер, он просто думает, ну, а сейчас я тенюшки дам, и еще обводку вокруг этой белой букши, чтобы она так светилась, и уж куда она денется, да, от меня не уйдет, да, и действительно там получается такая чудовищная мешанина, еще вот эта вот шаблонная тень, да, которая как бы спасает от всех, но она спасает, ну, это такая, я считаю, что это критерий, такой беспомощность в этом проявляется, да, потому что по-хорошему нужно, наоборот, ослабить картинку, там, увести ее, да, сделать полупрозрачную, ну, то есть как-то более изящно это решить, поэтому шаблонные вот эти вот типовые решения, да, вот как у всех, это, безусловно, недостаток дизайнера совершенно очевидный. Второй, ну, связанный с этой шаблонностью отчасти недостаток, это неоправданная сложность, то есть когда переизбыток всякого рода декоративных элементов, функциональных элементов, ясность, вот ясность – это очень важный критерий, я уже про это упоминал, да, ясность понимания и ясность визуального решения, они всегда должны быть читаться, они должны быть всегда очевидны. Еще одна важная вещь – это такая невнятность, невнятность посыла и образов. Посыл – это, собственно, то, что транслирует ваш дизайн, это вот как раз то, ради чего в профессиональной среде собирают, знаете, такая есть, называется штука – референтные группы, когда вот производят опросы, мнения, да, потому что если сделали какой-то видеоролик, например, да, или там рекламный плакат, собрали 100 человек, а его 50 человек просто не понимают, они не узнают вот эту идею, замысел, да, и значит, он плохо работает. Оценить это индивидуально крайне сложно, потому что все мы, я думаю, с вами склонны, ну, как нормальные живые люди, да, всегда говорят, а мне лично непонятно, да, или вот, а я этого не вижу, что вы мне здесь толпичите, да, вот, а мне кажется, что это не так. Это очень сложно оценить, потому что очень трудно себя поставить на место, так сказать, тех людей, да, которые это все будут воспринимать. Ну, за исключением случаев, когда дизайн вот сделан лично для вас, это дизайн вашей личной спальни, да. Хотя и здесь тоже все не очевидно, потому что, я об этом тоже рассказываю на курсах, очень часто клиенты, если вы выступаете в качестве клиента, у него есть, знаете, такое неизбежное отторжение дизайн, даже если он хороший, очень хочется сказать, что да, ну, фигня какая-то, потому что это нам психологически дает оправдание того, за что мы платим деньги. Ну, потому что платишь довольно большие деньги, да, и странно кажется, да, пришел, посмотрел, сказал, а, ну да, все классно, до свидания, счастливо. Я говорю, вот ваши 100 тысяч, гуляйте. Странно, да, кажется, что за эти 100 тысяч надо вот, ну, помучить хорошо, и дизайнеры это тоже знают, правда, и это всем все понятно, и поэтому, знаешь, я сейчас еще подумаю, а вдруг, ну, а может, мне еще, и думаешь, ну, как-то надо подумать, нельзя же так вот, правда, да, чтобы прям совпало, и говоришь, а давайте попробуем, хотя это не надо пробовать, хотя уже все хорошо, а давайте все-таки, ну, вдруг вот так лучше будет, это вот начинается ужасно, до совершенных дня, но она существует, и вот, возвращаясь к этой вот теме, да, вот эта вот неясность замысла, которая не читается, она действительно часто бывает очень серьезным дефектом, и, в общем, оценить эту ясность или неясность тяжело, но можно, нужно в всяком случае пытаться, это такая очень важная вещь. Еще один критерий, про который я тоже упомянул, но здесь он просто уже сформулировал, сформулирован иначе, это дисбаланс между функциональностью и декоративностью. Да, повторю еще раз, это тоже важнейший критерий. Дизайн должен работать. Если он красив, но не работает, это плохо. Если он работает, но он некрасив, это тоже, извините, плохой дизайн, да, потому что все-таки дизайн, это, в общем, все-таки работает над эстетической частью, да, то есть они должны быть соответствовать друг другу. Если мы делаем отбойный, я не знаю, молоток, в конце концов, он должен, конечно, быть функционален, но он должен быть декоративен настолько, чтобы работяге его приятно было брать в руку, да, там красивая рифленая прорезинная рукоятка и так далее. На нем не должно быть цветочков избыток, да, но он и не должен быть неудобен в работе, да, то есть это очень важные связанные друг с другом вещи. И, как мне представляется, есть такой совсем-совсем, может быть, простой критерий, но он, мне кажется, тоже является очень важным. Это, по-моему, неаккуратность, да, то есть недоведенность, недодуманность, недорешенность, да, когда вы смотрите, дизайнер говорит, ну, здесь, ну, вы там потом вот сможете сами уже это все додумать, это невнимательность, да, это значит, что в дизайне не предусмотрены, может быть, какие-то вещи, да, и вы там через год-два, такое бывает очень часто, когда разрабатывают, например, фирменный стиль, да, начинаешь его использовать, через год выясняется, что в нем не предусмотрена возможность расширения, он как бы, ну, замкнутая система, понимаете, то есть решение сделано так, что невозможно, вот, например, вы решили выпускать новую продукцию, а этот дизайн нельзя туда вот, ну, как-то вот адаптировать, да, такое случается, с квартирой то же самое, да, вы покупаете новую мебель, она не вписывается в этот дизайн, потому что он так вот устроен, что все замкнуто само на себя, и это можно отнести к неаккуратности, то есть недодуманности, да, дизайна, не до незавершенности вот этого процесса. И последний из этих критериев, не скажу, что он самый неважный, но тем не менее, он последний, получается здесь по списку, это неработающий компонент дизайна. У дизайна есть несколько компонентов, да, это форма, это цвет, это линия, да, это графическая составляющая, вот, соответственно, они все должны работать. Если дизайн прекрасный по цвету, но он плохо продуман, скажем, по текстурам поверхности, да, если мы говорим про интерьерный дизайн, это плохой дизайн. Если в нем чудесные поверхности, да, но цвета режут глаз или не соответственно, это плохой дизайн, это недоделан, собственно, дизайн, да, то есть, соответственно, все элементы, из которых дизайн складывается, должны работать как одно целое. Если у вас, я не знаю, задача была сделать позитивное что-то, ну, например, да, то, соответственно, и шрифты должны сами по себе быть позитивны, и цвета должны быть позитивны, и композиция должна быть позитивна, да, и материалы, из которых делается на ощупь, должны быть тоже позитивны, понимаете, не должно быть вот этого дисбаланса, то есть все, что является частями, вашего дизайна должно работать. Вот, собственно, то, что я вам хотел рассказать. И теперь, значит, соответственно, мы можем обсудить вопросы, если они у вас остались, но у нас есть несколько работ, которые мы с вами можем разобрать прямо сейчас, исходя с места. Так, это Roll Up. Roll Up – это такая большая штука, которая стоит на всяких выставках, на всяких стендах. Правильно я понимаю, Анастасия? Ага. Ну, давайте ее тогда посмотрим. Видимо, она высоты метра два, три, да, примерно два с половиной. А, 2,50. Ага. Ну, что, вот что я могу сказать, что здесь есть одна первая правильная абсолютная идея – это то, что на уровне глаз, это двухметровый, говорит Анастасия, Roll Up. Ну, соответственно, здесь на уровне глаз находится, собственно, самая важная функциональная информация, да, то есть, собственно, то, что самое, да, привлекает внимание, оно действительно здесь находится. Пожалуй, что неплохо. Анастасия, я бы отметил, знаете что, что вот, честно говоря, немножечко режет глаз, не сразу бросается в глаза, что это продолжение как бы одной и той же истории. Мое мнение абсолютно субъективно, да, оно не претендует ни на какую, так сказать, эту самую точность, да, но мне кажется, что вот здесь в силу того, что они немножко в разных, в разном ключе, да, кажется, что это, ну, как бы продолжение одного и того же, то есть глаз не схватывает вот эту преемственность этих двух вещей. Я бы, может быть, чуть-чуть более четко разделил, там, допустим, какой-нибудь тонкой линией, ну, как-то вот что, это вот такое вот, ну, как бы одно и второе. Кроме того, здесь мне немножечко не нравится изобилие акцентов, то есть, я вот не знаю, согласятся ли со мной другие слушатели, да, здесь нету ощущения, ну, то есть, вот глаз прицепляется вот к этой картинке. Понятно, что она воспринимается как самая значимая. На что смотреть дальше, глаз уже немножко теряется, да, потому что здесь есть вот эти достаточно активные, достаточно энергичные элементы, вот, да, и здесь есть крупно выделенные ценники, здесь вот еще есть вот эта вещь, и вот я, например, просто визуально, да, немножко в первый момент начал метаться, пытаясь понять, вот, как это связано. Потом вот эти вот шарики такие активные очень, да, они цепляют внимание и невольно под сознанием. Начинаешь думать, а связаны ли они с дизайном, как они на него работают, что это для звездной какой-нибудь, для космонавтов. Значит, я начинаю смотреть, честно говоря, вот я до сих пор издалека вот так вот глядя, вот я клянусь, я просто не очень понял назначение этих приборов, там ножные педали. Ну, то есть, я понимаю, что это для специалистов, конечно, да, но вот мне кажется, что здесь вот такая вот ясность этого посыла, и вот если уж появляются, да, какие-то эти графические элементы, они должны, мне кажется, яснее работать вот на замысел, да. Хотя еще раз повторяю, если это, например, там для специализированной выставки, ну, допустим, да, то, наверное, специалисты поймут. Но мне кажется, все-таки здесь не хватает этого такого универсальности. Вопрос, какие действия можно предпринять, чтобы развить чувство прекрасного в своем дизайне. Анастасия, смотреть побольше хорошего дизайна, анализировать, согласен, то есть заранее могу сказать и согласен заранее, что нужна обратная связь, да, потому что сам смотришь и думаешь, ну, вроде бы хорошо, а может быть и нехорошо, кто его знает, да. Тут нужны какие-то критерии оценки. Надо ходить на мастер-классы, надо ходить, естественно, ну, это само собой, на занятия в специалист, да, для того, чтобы вырабатывались вот эти вот критерии. В любом случае надо анализировать, да, внимательно то, что происходит. Вот. Как быть с неизбежным желанием заказчика что-то изменить? Можно применить управление из управления проектами, то есть давать заказчику понять, что он всегда может иметь что угодно в дизайне, но он должен дать официально зафиксированный запрос с описанием изменений, что описание будет стоить ему дополнительных денег, связанных с затратами на проделанную работу. Ну, буквально так, Андрей, я бы не стал поступать с клиентом, да, но то, что он должен нести ответственность за свои решения, это совершенно очевидно. Вот на курсе дизайна рекламы, а сейчас я верну этот слайд, ага. На курсе дизайна рекламы есть там такая тема, называется «Про бриф». Там речь не то чтобы о брифе непосредственно, а вообще о способах взаимодействия, да, с клиентом, то есть дизайнера с клиентом, и там есть много довольно неочевидных вопросов. У меня, честно говоря, сейчас есть даже желание сделать еще один дополнительный такой, может быть, курс именно по взаимодействию, потому что, ну, вы правы в том, что, в общем, эта проблема неочевидная, и каждый должен принимать ответственность за свои решения. Начинающие дизайнеры, это очень большая проблема для начинающих дизайнеров, они боятся высказывать клиенту, да, свое мнение. Клиент со своей стороны, видя молодого начинающего дизайнера, он понимает, что он в ненадежных руках, он не может расслабиться, и поэтому он начинает командовать, он начинает вот это все устраивать, выкабениваться, извините за прямоту, да, и говорить, что нет, ну давайте еще, что вы мне здесь принесли, давайте еще 15 вариантов, а тот не может, да, ему ничего возразить. Ну, в общем, тут проблемы есть. Отчасти, конечно, то, что вы говорите, можно использовать, но, в общем, надо быть с этим аккуратнее, потому что все-таки это не бизнес в полной мере, а все-таки тут, конечно, есть вот это вот, такие вот критерии, да. Еще тут есть одна работка, то есть работа не одна, Анна прислала Соколова. Так, сейчас я верну к слайду, к шестому, так, это шестой слайд, вот Галя прислала еще картинки для оценки, а мой адрес вот здесь вот записан, пожалуйста, посмотрите. Так, Галя, вижу, прислала, сейчас мы Анне Соколовой посмотрим две картиночки. Анна говорит, что это моя идея для социальной рекламы, можно на наркологических клиник. Хотела предоставить человека в сложной жизненной ситуации, которая стоит на грани, в тупике. Но надежда есть, можно сделать выбор, или есть кому идти на помощь. Давайте посмотрим. Сложновато. Ань, значит, идея понятна, что дорога, что выбор, да, как бы три пути, но здесь все существует по отдельности. То есть давайте оценивать, что это все-таки не дизайн, да, а это как бы некая концепция. Вы не сказали насчет того, насколько серьезно вы хотите получить оценку, да, но в целом я бы так сказал, что идея, ну, сама по себе правильная, безусловно, но очень сложно ее решить не банально, потому что, ну, сам по себе вариант выбора дороги, выбора пути, он такой бесконечный. Если вспомните, в метро год-два назад был этот самый, в служба наркологическая, там был тоже плакатик, там, да, выбери свое направление. По-моему, ужасный был плакат, чудовищный просто, потому что там не было никакого выбора направлений. Вот, здесь нет наглядности. То есть наглядность здесь заключена в том, что стоит некий человек, врезанный в, да, вот эти вот три, как бы, коридора. Ну, и коридор, это, в общем, признаться, не очень понятно, особенно второй, то есть средний и правый, они, в общем, ну, по эмоциям, да, они ничем не отличаются. Поэтому выбирайте из трех путей ему надо, что ли, человеку, да, это довольно странная такая идея. Там либо, если делить их, там, хорошее и плохое, да, там два пути, это было бы, может быть, точнее, но, в общем, тоже не очевидно, что здесь все так вот правильно и просто, да, с этими вот, с выборами. Вот, так что, как идея неплохая, вот эта вещь, она вообще, в принципе, здесь не работает, да, она является такой, ну, как бы, дополнительной врезкой такой. Представьте себе, что здесь будет написано, нет, нарисовано, а бутылка. Изменится что-нибудь? Ничего не изменится, да. Это, кстати, хороший критерий оценки дизайна, просто попробовать заменить какую-то деталь на что-то другое, да. Слоган, ну, такой вялый. Путь всегда выбирать, действительно, тебе, да, и дорога может быть прекрасной. Понимаете, здесь нет убедительности, здесь нет того необычного, да, что цепляет, должно цеплять рекламе. То есть, еще раз повторю, идея как базовая некая основа, да, она не плохая, но она требует, безусловно, очень, таким очень важным, каким-то нужным дополнением. Да, две дороги, вот, да, она правильно подсказывает, да. Вот, и еще вторая картиночка, сейчас мы посмотрим. Нет, это вторая, что ли, или тогда первая где? А, ну, это, в общем, одна и та же идея, я так понимаю, да. Да, просто дважды повторено. Вот. Туннель местами поменяли? А, точно. Ну, только сейчас я действительно заметил. Местами поменяли? Нет, это, конечно, не варианты, это просто такой поиск, что лишний раз указывает на то, что, в общем, мне кажется, принципиальной разницы между ними нет. Ну, да, туннель местами поменяется, но этого мало, да. Да, ну, шрифт, да. Ну, это, кстати, то есть, не в обиду сказать автору, понятно, что это именно идея, это без претензий на законченность. Это очевидно, это как-то такая заготовка. Так, Галина прислала картиночки с захватывающим названием. Так, идеально, это кошачья мята. Это упаковка неплохо, как мне кажется. Некая такая путаница легкая. Смотрите, что здесь получается. Значит, мы с вами видим, ну, мы рассматриваем нижнюю половину, да, поскольку она является, собственно, обложкой, да, так сказать, фасадом. Значит, смотрите, что у нас получается. Мы видим в первый момент кошку, веселая, хорошая кошка, мелковатая, такая замаскировочная, такая вся кричневатая, зеленоватая слегка, она кричневатая, зеленоватая в фоне, она очень неконтрастная. Хорошо. Но дальше что мы видим? Мы видим мышка, мы видим кошачья мята, мы видим огромный великий кот РФ, мы видим идеально для активных игр. Что же из этого? Да, еще мы видим великий кот вон там в уголке повторенный, да. Что же из этого является главным-то? Вот понимаете, что непонятно. Если кошачья мята, то почему же она так печальная в уголок-то вся задвинута и такой небольшой шрифт, да. Если мы хотим сказать, что это идеально для активных игр, то, ну, тогда надо все остальное ослаблять и делать огромными буквами, да, да еще с восклицательным знаком. Если это мы хотим передать ощущение идеально, собственно, активных игр, то вот эта вся картинка... Да, игрушка, я понимаю, ага. Что игрушка, мне кажется, не вызывает ощущение активной игры. Надо или кошку безумную, которая там скачет как ненормальная, или, собственно, идеально для активных игр должно написано быть более, собственно, активно и энергично. Если для нас важно все слово «мышка», что это, ну, как бы название, ну, в общем, вы поняли уже, я думаю, да, то есть здесь нет, очевидно, вот этого вот такого соотношения, что главное, что второстепенное. Если там это содержит кошачьего, мышка с содержанием кошачьей мяты, например, да, то, значит, так и надо писать, да, потому что здесь, в общем, много вещей, а, ну, в общем, да, внимание разлетается, не очень понятно, а главное вот эта вот самая центральная часть, смотрите, она вообще пустая, да, то есть все раздвинуто куда-то, а вот центр, он не работает. То есть мне кажется, что, в общем, она такое просто несобранное, да, вот в цене. Ну, здесь аналогичная история, но код здесь зато заметно лучше. Понятно, почему он улыбается, потому что он с кошачьей мяты, и вот ему бы еще, да, вот, то есть, опять же, смотрите, пустовато. Та же несобранность, но код, очевидно, лучше. Да, код просто хорош, очевидно, он прям лучше, да. Вот, и еще одна картиночка у нас тут есть. Это маркет, это страница сайта главная, да. Ну, тут надо сразу, опять же, вот пояснить, вы разрабатывали весь сайт целиком с нуля. В принципе, он неплохой, он такой, ну, как бы структурированный, то есть сразу вот, что приятно здесь, сразу возникает ясное понимание, куда смотреть, куда не смотреть. Понятно, что есть главная какая-то информация, да, ведь на сайте три главные вещи, это, собственно, информация, да, контент. Это навигация и это адресность. То есть здесь в этом смысле все очень просто, очень ясно. Сразу понятно, куда нажимать, куда не нажимать, да. Вон они, акционные товары, последние поступления. Все, в общем, да, ясно, это как бы такие второстепенные вещи. Насчет хита продаж, знаете, я бы не был так единственным, что уверен, потому что вот так вот, глядя на всю страницу, посмотрите. То, что хит продаж, кажется, что это вот это хит продаж, да, и еще вот по этой цене. Соответственно, если это хит продаж, то мне кажется, я бы все-таки поактивнее здесь сделал, как-то выделил бы, да, пожестче. Потому что здесь, естественно, все, во что упирается взгляд, это вот эта вот штука. И еще один. Бывает ли древний дизайн, и как его оценивать? Stonehenge является ли дизайном, например, фото вложений? Давайте посмотрим. Понимаете, в чем история? Вы, ваш вопрос, он называется не в бровь, а в глаз. Потому что на курсах, вот раньше, сейчас, к сожалению, этого уже нету, курс по основам дизайна, я начинал с большой такой вводной лекции, что такое вообще дизайн. И, понимаете, я могу просто сам себя процитировать, что там есть несколько разных критериев оценки дизайна. С одной стороны, дизайн, вообще понятие, оно появилось в конце 60-х годов, потому что это совершенно современное понятие. С другой стороны, дизайн, как вот с исторической точки зрения, его говорят о том, что он появился тогда, когда появилось промышленное производство. То есть, когда люди стали делать по какому-то образцу многочисленные вещи, стало возможным, собственно, создавать дизайн. Это все была ремесленная история. С третьей стороны, если древние греки, или вот как-то в данном случае, в Стоунхедж, люди думали о какой-то эстетике, то они вроде бы как делали дизайн. То есть, однозначного ответа на ваш вопрос нет. Я считаю, что это все-таки не дизайн, а это арт-объект. Скорее, да, такое, ну, я имею в виду отношение к этому, как к эксклюзивному арт-объекту. Все-таки я согласен с тем тезисом, что дизайн – это такая часть промышленного, именно серийного производства. И в этом смысле это не совсем, получается, дизайн. Хотя, понятно, что тут, в общем, можно спорить. Ну вот, такая вот история. Кто является гуру дизайна, спрашивает Светлана. Светлана, понимаете, в дизайне вообще в самом широком смысле очень много направлений, да, поэтому, можно сказать, что в каждом из них наверняка есть свои какие-то мастера и люди, на которых можно ориентироваться. Для меня, например, как для человека, который много занимается полиграфическим дизайном, есть помимо собственного дизайна еще такое понятие, как типографика, например. Типографика – это искусство, ну, фактически, дизайн лица книги. И в этом смысле… Вот пятый слайд. И в этом смысле, например, есть такой человек, который написал Эмиль Рудер. Его звали, он написал книжку, собственно, искусства. Нет, Эмиль Рудер написал книжку «Типографика», собственно. И мне кажется, это один из фундаментальных трудов, который просто может перевернуть вообще понимание о том, какое должно быть издание, как оно должно выглядеть. Вот. Но еще раз повторю, что он не единственный. Это просто вот как пример того, кто конкретно вот в этой области, мне кажется, является очень таким выдающимся человеком. Вот. Вообще таких имен очень много. Ну что, друзья, на этом мы тогда с вами можем заканчивать, если вопросов больше нет. Есть ли сайты, на которых можно посмотреть современные тренды? Да их много. Но, опять же, понимаете, все зависит от конкретного направления. Ну, например, есть там сайт Admin, знаете, наверное, такое, да? Admin. Ну, хороший прогрессивный сайт, где много всякого интересного. У дизайнеров, полиграфистов, у них есть свои форумы и сайты, на которых тоже. То есть все зависит, короче, очень сильно от специфики. Про интерьерный, там, скажем, квартирный дизайн – это вообще отдельная совершенно история, да? Четвертый слайд еще показать разок. Покажу. Вот четвертый слайд. Вот, так что тут очень сильно все зависит от направления. Я уверен, что информации много. И, в конце концов, Яндекс набрать там тренды, я не знаю, в том же рекламном дизайне или там тренды в дизайне интерьеров, все это вам покажут обязательно. Спасибо и вам. Я рад, что вам было интересно. Всегда рад видеть. Приходите на занятия, приходите на регионары. Всегда рад помочь, пишите, звоните, меня можно найти в соцсетях. Да, меня можно, естественно, найти на сайте специалиста.